Богородице, дева, радуйся, благодатная Бариня, Господь, слава. Христос в воскресе, дорогие братья и сестры. Вот прошла еще одна неделя, наступил воскресный день, и мы, как всегда, с большой радостью спешим в святой храм, и, как всегда, с большим вниманием слушаем евангельское чтение, которое для нас назидательно и полезно. Во время оно, мимо еды Иисус, видя человека слепа от Рождества, и вопросиши его ученицы его глаголища, рави, кто согреши, сей ли или родители его, да слеп родися. Отвечай Иисус, не сейся греши, не родители его, но доявятся дела Божие на нем. Мне подобает делать и дела прославшего мя, донде же день есть, приидет ночь, егда никто же может делать, егда же в мире есть свет есть миру. Сия рек, плюну на землю и сотвори брение от плюновения, и помаза очи брением слепому. И речи ему, иди, умыся в купели, села амстей, ежа сказается послан, иди же и умыся, и прииде, видя. Соседи же и ежебяху видели его прежде, яка слепбе глаголаху, не сей ли есть сидяй и просяй. Ове глаголаху, яко сей есть, и не глаголаху, яко подобен ему есть, он же глаголаша, яко азм есть. Глаголаху же ему, кто ти отверзости очи, отвеча он рече, человек, нарицаемый Иисус, брение сотвори, и помаза очи мои, и речеми, иди в купель села амлю, и умыся, шель же и умывся, прозрех. Реша же ему, кто той есть, глаголы не ве, ведоша же его к фарисеям, и и деже иногда, и и жадьбе иногда слеп. Беже субода, як так сотвори брение Иисус, и отверзе очи ему. Паки же вопрошаху, югою фарисеи, кака прозре, он же рече им, брение положи мне на очи, и умыся, и вижу. Глаголаху же от фарисея нецы, не сей от Бога человек, яко субботу не хранит. Ове глаголаху, кака может человек грешен, сицева знамение творите, и раз приобрев в них. Глаголаху уба слепцу паки, ты что глаголиши о нем, яко отверзе очи твое, он же рече, яко пророк есть. Неяше уба веры идею о нем, яко слепбе и прозре. Донди же возгласиша родители того прозревшего, и вопросиша я глаголюще, сей ли есть сын ваю, и го же вы глаголите. Яко слепбе родися, кака уба ныне видит. Отвечасто же имя родители его иреста, вемы, яко сей есть сын наю, яко слепбе родися, кака жены не видит, не вемы. Или кто отверзе ему очи, мы не вемы, сам возраст имать, самогова просите, сам о себе да глаголят. Сигяри коста родители его, яко бояса жидов, уже бобяху сложилися жидови, да аще кто его исповесть Христа, отлучен сонмище да будет. Сигяри родители его ирекоста, яко возраст имасть, самогова просите, возгласиша же вторицею человека, и же бесслеп, и реши ему. Да, славу Богу, мы вемы, яко человек сей грешен есть, отвеча же он и рече, аще грешен есть, не вем, едино вем, яко слепбе ныне же вижу. Реши же ему, паки, что сотвори тебе, како отверзе очи твои, отвеща им, рекох вам уже, и не слышасте, что паки хощите, слышите, и да и вы, ученицы, их ухощите быть, они же укориша его и реша ему, ты ученик есть и того, мы же, Моисееве, есть ученицы. Мы вемы, яко Моисееве, глагола Бог, сего же не вемы, откуду есть, отвеща человек и рече им, асем бодивна есть, яко вы не вести, откуду есть, и отверзе очи ми. Вем же, яко грешники Бог не послушает, но аще кого богачтец есть, и волей его творит, того послушает. От века не слышана, яко кто отверзе очи слепу рожденну, аще не был бы сей от Бога, не мог бы творить и не чесоже. Отвещаше же и реша ему, во гресех ты родился, есть и весть, и ты ли ныне учиши, и возгнаше его вон, услыша Иисус, яко изгнаше его вон, и обрет его рече ему, ты веруешь ли в Сына Божия? Отвеща он рече, и кто есть Господи, да верую в него, рече же ему Иисус, и видел еси его, и глагол с тобою, то есть, он же рече, верую Господи и поклонись ему. Евангельское чтение очень назидательное и колоритное такое, оно, наверное, каждого человека заставляет задуматься и о многом. Сегодня я бы хотел обратить, дорогие, наше внимание, за какие грехи, очень такой вопрос стоит, страдают люди. Почему так получается? Конечно, есть различные случаи, варианты, если можно так назвать. Конечно, многие страдают за грехи своих родителей. Почему же так кажется? Ну, при чем тут дети? Ведь Бог любит детей. Да, дорогие? Бог любит детей. Но Он и любит и родителей. Он любит всех людей. И Он хочет остановить их от этой греховной жизни, от того зла, которое часто мы творим в этом мире. Также, дорогие, очень часто мы страдаем за свои грехи. То, что мы сделали. Очень часто бывает по неосторожности, по расхлябанности. Бывает с умыслом, со злом, с дерзостью. Но надо помнить, что за все мы несем ответ. Также часто страдают невинные люди. Как в данном случае сегодня. И родители его не согрешили, и он не согрешил. Но на все в этой жизни есть промысл Божий. Кто мог знать, и за что страдает Иосиф? Помните? Продали младшего брата родные братья. Куда? В рабство. Прошло много времени. И как это все обернулось, мы помним. И своему народу он помогал, спас. И египетский народ не умел от голода. Страдания они очищают. А Иофф праведный, Абраам, сына своего готов был принести в жертву. Мы потом узнаем, за что и как. А самое главное, Христос страдал. Но потом мы видим, какая радость для миллионов людей. Спасительная христианская вера, воскресение Христово, принесло жизнь вечную всем достойным христианам. Отцы церкви учат. Иудеили распали Господа. Какое зло. А какое великое добро сделал из этого Господь. Спасение всего рода человеческого. Лишает Господь человек зрения, зато как часто просветляется его духовные очи. По истину, в Салтире есть следующие слова в Священном Писании. Господь умудряет слепцы. Посылает расслабленную телу, расслабление тела, зато как укрепляет дух. Не драгоценнее ли это здорового? Далее, дорогие. Отцы церкви учат нас. Нам не должно страшиться болезни. Надо страшиться множество лютых наймы, содеянных дел. Мы живем, однако же, счастливо и не знаем никаких бед и несчастьй. Кто знает, может быть наши грехи так велики, что временные наказания уже недостаточны для заглаждения наших неправд. И мы уже блюдемся огню в день суда и погибели нечестивых человек. Кто знает, мы уже не дети, которых любит Господь и наказует, а незаконные дети. Кто знает, может быть Бог уже предал нас превратному уму делать непотребства. И мы уже не достойны быть наследниками небесного царства. Поэтому, дорогие, мы должны осознавать и понимать, все те невзгоды, которые посещают нас, болезни, страдания, это милость Божия. Она очищает, умудряет и приводит к Богу. Главное, чтобы мы это понимали. И уже не столь важно, за какие грехи это было, за родителей или за свои. Главное, чтобы ты осознал и понял смысл бытия нашего здесь, на этой земле. Если мы посмотрим вокруг себя внимательно, не просто так, поверхностно, мы увидим, сколько несчастья и горя на этой земле. Но если мы будем еще внимательны и обратим внимание на каждого человека, на личность. И мы увидим, что какой был человек до того, как какой-то недуг его одолел. Или слепота, или другие невзгоды, или перестал ходить, ножки отказали, или еще что-то. Сколько мы видим таких людей. И они разные, обратите внимание. Одни, одна доброта. От них не услышишь никогда ропота. Никогда ты не услышишь, чтобы они сказали, Господи, за что. У них открывается духовное зрение. Они побогатели Бога. И они просят, конечно, у Бога милости. Просят у Господа исцеления от болезней. Но обратите внимание, многие получают. Но еще больше не получают их. И не надо уже им это. Главное совершилось. Они духовно выросли. Они стали взрослыми. Они знают, чего хотят и куда идут. Но, к сожалению, есть те, которые скорбят, которые ведут себя недостойно. И есть, которым все плохо, когда все хорошо. Вот где тот Бог, он меня не слышит. Страшно даже подумать это. Не то, что сказать. Ты посмотри на других, кто вокруг тебя. И в тысячу раз хуже. И как они себя ведут. Может, хоть это чужое горе тебя, которое в сто крат больше заставит одуматься. Кто ты? Для чего ты здесь? Как ты живешь, человече? И вот так же из сегодняшнего Священного Писания мы видели. Человек слепорожденный прозрел. Радуйтесь, казалось бы, все. Господь сотворил чудо. Но нашлись фарисеи. Наслишь недоброжелатели, которые стали что-то искать. Они уже не могут без подлости, без зла. И вот как это так? А как? А вот так. Господь это милость. Господь это любовь. И болезни, и радости мы должны благодарить. Все в руках Божьей. И Господь весь, что творит. И мы должны помнить, Он любит нас. Никто так не любит людей, как Бог. И поэтому мы должны принимать все со смирением. И понимать, если за что-то наказан. Слава Богу, что сейчас. Слава Богу, что сейчас, когда я живу на этой земле. И могу исправиться. И могу изменить свой образ жизни. И могу стать ближе к Богу. И буду простить, чтобы открылись духовные очи. И тогда я буду благодарен. И тогда я буду с Богом. Слава Богу за все. Каждый из нас должен говорить. Аминь. Бог на помощь. Ангела храните. Ангела хранится. Субтитры создавал DimaTorzok